Это первый ролик из цикла роликов практика драматического разбора, который я решил записать и в котором я решил отразить всю ту систему разбора, которой я владею, которую я создал и которую я практикую на протяжении уже, по-моему, 25 лет. Для тех, кто не очень понимает, о чем идет разговор, введу вас в курс дела, я по профессии актер, заканчивал именно актерский факультет, а после окончания обучения я познакомился с системой режиссерского разбора, которую осмыслил, модифицировал, точнее сначала стал применять на практике, в ходе этого применения модифицировал и использовал для разбора художественных произведений. Много-много лет я разбирал сначала стихи, басни, рекламы, потом какие-то тексты, потом истории, потом сюжеты, потом Шекспиром я занимался, по-моему, уже лет 25 я разбираю Шекспира. Итогом этой работы стало два перевода Гамлета, Ромео и Джульетта, которые претендуют на новое мировое открытие этих сюжетов. Если интересно, познакомьтесь. И помимо этого пять лет занимаюсь разбором фильмов советских, российских, зарубежных с большим успехом, с большим любопытством и с большим вниманием аудитории. Самое важное в этом процессе то, что моя система драматического разбора, она не просто некое умозрительное развлечение, в котором я составляю одному себе понятную логику, это система, которая позволяет вскрывать художественные произведения до такой степени, что вы их можете либо украсть, либо осмыслить, либо исправить, либо создать заново. Много наговорил красивых слов. То есть, когда мы делаем разбор хорошего фильма, если он и вправду хороший, мы делаем его еще лучше, что я десятки раз доказал на самых любимых фильмах, разборы которых, надеюсь, вы видели. В том числе и на Гамлете, и на Ромео и Джульетте, а это колоссальный материал, как вы понимаете. Это не разбор просто сюжета, это разбор всего, что происходит, каждой роли в отдельности, каждой сцены в отдельности. Это довольно большая и серьезная аналитическая работа. Это я говорю к тому, что система разбора, которую я практикую, она действует не только в моей голове, но результаты ее работы можно продать. продать продюсеру, продать прямому зрителю, продать чиновнику. И результаты являются парадоксальным продуктом, очень сильно возбуждающим интерес аудитории. Если вы видели мои ролики, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому сегодня я решил сделать целый цикл, где я рассказываю о том, как происходит разбор, и призвать вас в этом разборе посильно участвовать. Я буду в конце каждого ролика давать небольшое задание, в котором вы можете попробовать свои силы. Разумеется, что я буду делать эти ролики платными и бесплатными. Я думаю, что я буду выпускать один ролик бесплатный на YouTube, который можно будет свободно смотреть. Второй ролик из этой серии будет выпускаться платно. Наверное, у меня на Boosty по подписке, возможно, я выложу на сайте целый комплект такими роликами. В общем, половина работы будет показываться бесплатно для того, чтобы вы могли принимать решение, любопытна ли вам работа в целом. Вторая половина ролик другой тематики из этого же ряда будет публиковаться платно для того, чтобы я мог на этом заработать. Сегодняшний ролик называется «Введение в тему». Мне очень хотелось бы сразу же начать говорить о том, что такое герой, его цель, почему это так важно. Но сначала нужно объяснить в целом, почему такая странная вещь, как драматический разбор, или вам он больше известен под названием режиссерский разбор, это одно и то же, почему это в принципе может быть важным для обывателя, не для актера и не для режиссера. Мы живем с вами во времени, когда у нас очень мало ключей к самому себе. Мы плохо понимаем, что с нами происходит, почему какие-то вещи нас радуют, какие-то вещи огорчают. Я говорю не о примитивных вещах, когда вам утюг упал на ногу, и вас это огорчает. Я говорю вам, вот в пространстве социума какие-то явления, какие-то фильмы, какие-то тенденции нас огорчают, радуют. И это далеко не так тривиально, как нам может это показаться. Особенно это любопытно тогда, когда какие-то вещи нас чрезвычайно увлекают. Мы не можем от них оторваться, и главное, мы не можем объяснить почему. Иногда бывает, что это какая-то абсолютная глупость, но мы не можем выкинуть ее из головы. Она привлекает нас. А какие-то умные вещи почему-то нас не привлекают и не отталкивают. Например, важной частью системы драматического разбора является система мотивации аудитории на вовлеченность. То есть вовлеченность аудитории в тот или иной сюжет или процесс возникает определенным способом. И если мы понимаем, в чем механизм этой мотивации, мы можем лучше выполнять свою работу или можем более точно давать оценку тому, что происходит с нами самими. Мы нуждаемся в определенных ключах к самим себе, которые позволяют нам объяснить, что с нами происходит, и прогнозировать какие-то вещи. Ну, не надо далеко ходить, мы смотрим дурацкие фильмы и не понимаем, почему, например, вот эти два фильма, и там, и там люди ходят по экрану, и там, и там люди, и люди в костюмах ходят по экрану, говорят текст. И там, и там они смеются, кричат, брызгают слюной и очень ярко играют. Но один фильм нам нравится, а другой нет. И нельзя это списать на то, что актеры играют плохо или хорошо, потому что и там, и там они брызгают слюной. Но почему-то в один фильм мы верим, а в другой нет, и мы не понимаем, почему. Мы склонны обозначать это как актеры плохо сыграли. Но это неправда. Актер не может плохо сыграть. Актер — это нота, нота на пианино, которую нажали-отпустили, нажали-отпустили. Другой вопрос, что нота ми может звучать фальшиво в сочетании с другой нотой или давать гармоничное звучание. То есть дело не в том, как играет актер, дело в том, с какой нотой его нажимают. В рамках какого сюжета и в рамках каких обстоятельств звучит эта нота. Она может быть фальшивой или не фальшивой. Я немножко утрирую, но в целом, в целом, это именно так. Поэтому есть многие вещи, в которых нам необходимо разобраться, которые включают в себя и понимание художественных произведений, и понимание мотивации и вовлеченности аудитории в какой-либо процесс. Мы ничего этого на данный момент не понимаем, потому что, я не знаю, может быть, кто-то занимается такими исследованиями, но если он ими занимается, он очень сильно молчит. Молчит об этих исследованиях, потому что они важны, потому что они позволяют нажимать на те клавиши, которые обычно нам недоступны. Я считаю, что пришло время, пришла пора узнать об этих клавишах. Кстати, мне очень бы хотелось адресовать свой ролик чиновникам Министерства культуры, которые отбирают сценарии на питчинге фильмов, на которые они дают деньги. Вот вам этот курс необходимо бы закупить по другой цене или закупить меня вместе с курсом, чтобы я обучил вас выбирать фильмы, чтобы у вас были механизмы оценочные, которые вы можете применять к материалу, а не так, как вашей левой ноге захотелось, и вам показалось, что этот сюжет фильма «Зоя» будет прекрасен, и вы дали на него денег. Не так. Вот показалось, это не наш вариант. Почему это важно? Я имею в виду изучать методику драматического разбора. Дело заключается в том, что правила и законы методики драматического разбора ничем не отличаются от законов действия индивидуума в социуме. Я еще раз повторю, законы драматического разбора, они абсолютно аналогичны. Точнее, они являются законами не только сферы искусства, они являются полным отражением законов развития индивидуума в социуме и социума в целом. То есть, так как творчество является отражением жизни социума, творчество живет ровно по тем же законам, по которым социум развивается. То есть, на экране в идеале люди любят, ненавидят, действуют, мотивируются теми же законами, какими обычный человек мотивируется в рамках своей обычной жизни. Законы драматического разбора и законы жизни ничем не отличаются. Изучая драматический разбор, мы изучаем законы мотивации себя. Мы должны понять, каким образом происходит творческий процесс, каким образом то, что происходит на сцене, те образы, которые вы видите на экране, попадают в вашу голову. У подавляющего большинства людей есть впечатление, что все это происходит вне нас, где-то там на экране. Какие-то актеры что-то делают. И вот они там это делают хорошо, и поэтому я вовлекаюсь, и поэтому то, что они делают, мне нравится. На самом деле, все, что происходит на экране, происходит исключительно у нас в голове. То есть, я приведу вам такой, приведу вам такой, может быть, не самый понятный пример, но тем не менее. Представьте себе, что у каждого из нас внутри находится оркестр. Дирижер, скрипки, флейты, ударные, я не знаю, электронные инструменты. Внутри каждого из нас есть оркестр. И когда мы смотрим фильм или спектакль, нам на экране показывают ноты для этого оркестра. Только ноты. Нотную грамоту. До, рэ, ми, фа, сол, я, си, до. С хвостиками. Разного размера. И музыка, которую нам показывают в виде нот, воспроизводится только внутри нас. И так внутри каждого из нас играет оркестр, глядя на те ноты, которые нам показывают на экране. Вот ровно такая же логика происходит, как это ни странно, происходит в случае просмотра фильма или спектакля. Фактически актеры на экране показывают для нас определенные маркеры, ноты, действия, которые резонируют с нашим оркестром, заставляя его играть про любовь или ненависть. Но важно понимать, что на сцене показываются только ноты. Оркестр находится внутри каждого из нас. Так вот, система драматического разбора – это те законы, по которым ноты пишутся. Вот эти ноты драмы, любви, ненависти и мотивации. Как есть законы музыкальной грамоты, так и есть законы написания нот для создания тканей истории и вовлечения в эту историю аудитории. Кстати, здесь же можно сказать о том, что оркестр внутри каждого человека может быть в чем-то похожем, а может отличаться. У кого-то, например, только ударные инструменты. И когда ему показывают ноты из другого произведения, из другого жанра, они внутри него не резонируют. Там внутри него никто не играет. Поэтому какой-то фильм вам не нравится, например. Или у вас есть ноты про какую-то тяжелую утрату и потерю. Вам показывают эти ноты, и они резонируют в вас. Поэтому некоторые фильмы некоторым людям не нравятся, потому что у них внутри нет этой части оркестра. Играть эти ноты некому. И они слышат только тишину. Возвращаясь к идее того, что драматический разбор изучает законы самой жизни. Изучая законы творчества, изучая законы самой жизни. Это крайне любопытная история, потому что главное чудо творчества это способность вовлечь в аудиторию в выдуманную историю. Что я имею в виду? Вы идете по улице и видите, как человек голый висит из окна на простыне на балконе колечит женщина. Там бегает второй разъяренный мужик. Вы что понимаете? Вы понимаете, что муж пришел домой, застукал жену с любовником, он голый спускается по балкону, и вы уже никуда сейчас не идете. Вы в этом пространстве вам ужасно интересно, чем это закончится, что с этим Казановой произойдет. Вы вовлекаетесь в это прекрасное наблюдение. Ну, вы понимаете, что я утрирую. Я просто рассказываю вам, как вы вовлекаетесь в некий сюжет, который становится для вас важным. Вам важно его досмотреть. Таких сюжетов можно привести многие десятки и сотни. в которые вы в обычной жизни глубоко вовлекаетесь, и они становятся для вас важными. Вам не выйти из них. Вы вынуждены в этом жить и за этим наблюдать. Когда мы работаем на сцене, и когда мы на сцене создаем сюжеты, которые вовлекают аудиторию, нам необходимо точно понимать, каков механизм вовлечения аудитории в выдуманный сюжет. Ну, как сделать так, чтобы из ничего, из стульев, расставленных на сцене и предлагаемых обстоятельств, создать сюжет, за которым зритель будет наблюдать, не отрываясь, вставаясь со своего места и обливаясь слезами. За пустотой, за выдумкой, за пустым местом. И вот именно этим механизмом управляет драматический разбор. И этот механизм я могу вам рассказать. Я расскажу вам его в самом первом ролике, сейчас во введении. Мало того, я уже, по-моему, раза четыре в своих роликах этот механизм озвучивал. Он чрезвычайно любопытный. Нам кажется, что мы с вами такие сложные. Нам кажется, что мы такие непостижимые и глобальные. На самом деле, мы довольно просто устроенные животные. И механизм вовлечения нас в какой-либо сюжет также по-животному прост. Когда вы смотрите на мужика, висящего на белой простыне, голого, и на всю вот эту катавасию, которая там происходит. Кстати, катавасия очень интересное слово. Посмотрите, что оно означает. Это для вас будет неожиданным. И смотрите на всю катавасию, на кричащую жену, которая изменяла мужа на мужа. Что вас больше всего привлекает? Чего вы ждете? Что для вас самое ценное в том, что вы видите? Для вас самое ценное, что они дальше будут делать? Потому что, когда вы видите мужика, висящего за окном на простыне, и мужика, который бегает над ним, понятно, что количество средств решения данной проблемы, оно уже исчерпано. Оно подошло к своему финалу, когда один висит, и ему надо либо прыгать, либо лезть наверх, второй бегает сверху, ему нужно либо резать простыню, либо тащить, либо прощать. То есть, мы видим критическую ситуацию, которая требует разрешения, которое нам с вами неизвестно. так вот разрешение ситуации, которая нам с вами неизвестна, но которая требует решения, это и есть ключ к тому, чтобы вовлечь вас в любой сюжет. Есть некий конфликт, мы его понимаем. Муж застал жену с любовником, любовник убегает. Мы уже понимаем конфликтную ситуацию. Она для нас уже задана самой мизансценой. Мы понимаем, что любовник сначала прятался в шкафу, потом шугался по коридору, потом схватил простыню, жена в этот момент держала мужа, который орал «убью». Любовник выскочил на балкон, закрыл за собой дверь, муж ломал дверь, он успел привязать простыню. То есть мы понимаем, что пока этот мужик оказался на простыне, он уже совершил раз способ, чтобы скрыться от мужа, два способа, три способа, и сейчас у него крайний способ, больше которого он уже не знает. То есть он использовал все способы, которые знал. Потому что сейчас его положение безвыходное, значит, все, что он попробовал до этого, привело его в это положение. И мы с вами ждем, какой новый способ он придумает. И это нас больше всего увлекает. Вот именно этот момент и есть самый важный момент в творчестве и в мотивации. Мы с вами таким образом, как это ни странно сейчас прозвучит, учимся. Мы хотим знать способы преодоления сложных ситуаций, которых мы не знаем. Мы таким образом набираем опыт, потому что мы на его месте тоже, наверное, оказались бы на этой простыне. Нам нужно знать, как он выкрутится. и это настолько, этот способ, он настолько для нас важен, что мы получаем от нашего организма эндорфины, которые доставляют нам колоссальное удовольствие, наблюдение за этой чрезвычайно пикантной и неразрешимой ситуацией. Нам нравится это. Но нам нравится не то, что мы видим мужика голого на простыне висящего. Как бы мы могли подумать? Не потому, что нам нравится скабрезная какая-то история. На самом деле, как биологическому образованию, нам важно знать, как он выкрутится, чтобы присвоить себе его опыт. Только мы этого не понимаем. Мы ощущаем жуткое любопытство, потому что мы животные и наше внутреннее животное таким образом учится. Любопытство к происходящей вот этой ситуации, неразрешимой, это для нас способ обучения. И вы будете смеяться, но любой творческий акт, любой хороший фильм, любой хороший анекдот, вот там, где вы чувствуете в нем, что вам не оторваться. Вы прям смотрите и прям переживаете. Как же, что же сейчас произойдет? В этот момент вы учитесь. В этот момент животное внутри вас учится. Это механизм развития личности, вот человек как биологическая единица. Это наш, это наш, это наша, это наша азбука нашей биологической жизни. Мы с вами не отдаем себе в этом отчета. Нам просто любопытно, нам просто очень нравится, и мы не анализируем, почему нам нравится. если мы вот вынесем за скобки все наши эндорфины, все, что нам нравится, нам нравится тогда, когда мы смотрим на момент появления нового способа действия, которого до этого этот герой не делал. Причем, если он трус, для него это будет один способ, если он храбрый, другой способ, если врун, третий способ, если честный пионер, четвертый способ, и для каждого он нам будет интересен. Мы все это собираем. Приведу еще один пример. Наши дикие предки, дикие, дикие предки сидят в кружочек на полянке, греются, кого-то съели, кто-то болеет, и перед ними такой же дикий предок с задатками актерского мастерства разыгрывает, как он сегодня ходил, собирал бананы. И он им показывает, как он падал, как он пытался сбить банан камнем, как он сделал это. Наши дикие предки хохочут, им так нравится, им так смешно, они не могут оторваться. И они понимают, что он уже попробовал прыгать, попробовал камнем, попробовал палкой, но банан так и не достал. Они сидят и ждут, как же он еще достанет банан. и когда он каким-то новым способом, неизвестным им достает банан, они испытывают жуткое эмоциональное удовольствие, при помощи которого, при помощи этого эмоционального поощрения, наша психика записывает новый способ добывания банана. Я понимаю, что я говорю какие-то примитивные вещи, но поверьте мне, что сумасшедшее вовлечение человека в сюжетный процесс, как в обычной жизни, так и в театре, так и в кино, заключен только с моментом постижения нового способа достижения цели, которого до этого момента тот герой еще не делал. Не я, а именно тот герой, мне за ним нравится наблюдать. А базируется это на биологическом желании постигать и присваивать себе чужой опыт. Поэтому драматический разбор, он изучает не какую-то отвлеченную науку драматического разбора, ни с чем не связанную. Он изучает биологические мотивации человека, как части социума и его вовлечения в сюжетный процесс. Как вы понимаете, если мы обнаруживаем законы драматического разбора на таком глубоком биологическом уровне, мы понимаем, что он является тканью нашей жизни. И, по сути дела, когда мы создаем на сцене настоящее творчество, оно перестает быть творчеством. Творчество в высшем своем выражении это и есть ткань нашей жизни. Нам удалось ее создать. Сейчас, правда, таких примеров довольно мало, их редко можно встретить, но когда-нибудь будет ренессанс и эпоха творческого возрождения и снова все вернется. По крайней мере, эти ролики адресуются именно тем, кто в этом ренессансе будет участвовать. Подвожу итоги. Система драматического разбора чрезвычайно важна и фундаментально важна. Она важна всем, кто мыслит философам, руководителям, чиновникам, религиозным деятелям, потому что религия изучает мотивации человека, управляет ими и участвует в них. Ощущение, что сейчас наша церковь ничего не понимает и ни в чем не участвует и никак вообще с мотивацией человека не связано. то есть я бы сказал, что драматический разбор это для всех, кто хочет мыслить, для всех, кто хочет понимать, какими ключами можно подойти к себе любимому и к аудитории, как ее понять, как предсказать то, что она делает, как управлять аудиторией. А дальше уже каждый человек в меру своего таланта и способности может эти знания применять либо в маленькой пропорции, либо в колоссальной пропорции. Возможно, кто-то пойдет по моему пути и будет заниматься исследованиями Шекспира или еще кого-нибудь. Я убежден, что у нас многие тысячи нераскрытых тайн, но все это будет возможно тогда, когда вы поймете к чему я веду этот разговор. Для примера могу сказать, что все, что я знаю о методике драматического разбора, я узнал из лекции, которую я слушал два часа. Ну, понятно, что у меня было актерское образование, но непосредственно о методике драматического разбора я прослушал двухчасовую лекцию. Разумеется, что все потом я переделал, переначал, переосмыслил и сделал, оживил и заставил работать. Никто не мешает вам послушать мои невнятные на эту тему объяснения и на базе этого создать свою собственную методику драматического разбора. В общем, если говорить о ее полезности, она фундаментальна для тех, кто хочет понимать механизмы мотивации и вовлеченности общества в происходящее событие во всех аспектах. На этом я поставлю точку в ролике про вступление. Надеюсь, что мне удалось донести до вас важность изучения методики драматического разбора. Для тех, кто не знаком с моей работой, есть колоссальное количество роликов, рассказывающих в том числе и о методике в определенных ее аспектах. Также вы можете посмотреть разборы моих фильмов. Рекомендую начинать с фильмов Кинза-Дза. Они сражались за Родину. Это бесплатные разборы Кинза-Дза. Они сражались за Родину. Тестучаться до Небес, Молчание Ягнят, Судьба Человека. Если понравится, посмотрите платные разборы. Там все фильмы великолепные, просто великолепные. Для тех, кто хочет какого-то более фундаментального материала, смотрите мои работы по Шекспиру. Перевод Гамлета, Ромео, Джульетта. И обязательно посмотрите ролики, где я рассказываю о том, как, почему я эти переводы делал, потому что это важно. Следующий ролик будет посвящен теме героя. Герой. Это будет тема следующего ролика. Он будет платным, вы сможете найти его на сайте Бусти по подписке. И я думаю, что я размещу его у себя на сайте ивандиденко.ком за денежку. Спасибо, что вы поддерживаете мой канал. субтитры по-своему. Спасибо. Субтитры